Ульяновский автозавод занялся тотальным импортозамещением. Впрочем, этот процесс правильнее назвать заменой санкционных деталей на альтернативную продукцию из, как принято сейчас говорить, дружественных стран. И вот как это происходит. Вместо узлов корейской фирмы Dimas ульяновцы теперь ставят механические коробки передач китайского концерна Baik, а единственным поставщиком раздаток будет индийское предприятие Divgi Warner. Уточним, что индийские раздатки изначально ставили на патриоты с автоматическими коробками Punch. Кроме того, под замену пошли импортные подушки крепления кузова, а также гидроагрегат системы ABS. К последнему прилагается внушительный список деталей, включая другие трубопроводы, жгуты и кронштейны. В двигателях ZMZ пришлось заменить натяжной ролик, датчик кислорода, катушки зажигания, форсунки и блок управления. Также альтернатива потребовалась гидронатяжителю цепного привода ГРМ, который прежде поставляла немецкая Inna. Такая номенклатура компонентов распространяется не только на новые автомобили. Если поддержанный УАЗик приедет на фирменную сервисную станцию, то ему взамен сломанной коробки передач Dimas тоже установят китайские Baik. Как выяснила редакция телеканала Автоплюс, массовый отказ от санкционки затронул все без исключения модели. Это Хантер, Патриот, Пикап и Профи, а также представители старого грузового ряда, то есть буханки и головастики. Между тем, Казахстан начал переговоры об организации сборки автомобилей Toyota на своей территории. Об этом журналистам рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускинбаев. Предполагается, что японский бренд может перевести необходимое оборудование со своего российского завода. Его Toyota решила закрыть несколько недель назад, сократив абсолютно весь персонал предприятия. Напомним, что конвейер полного цикла, с которого сходили седаны Camry и кроссоверы RAV4, располагается в Санкт-Петербурге. Там, помимо сборочного, также имеется оборудование для сварки и окраски машин. Казахстанские бизнесмены ведут переговоры. Получится или нет, я не знаю. Но если Toyota откроется, я думаю, что это будет один из самых сильных успехов нашей страны, отметил министр. По словам чиновника, переговоры заинтересованных сторон проходят без участия посредников со стороны государства. Поэтому нюансы возможной сделки представителю власти неизвестны. Между тем, для самой Toyota такая рокировка была бы достаточно выгодной. Это лучше, чем просто заморозить российские активы на миллионы долларов. Тем более, что казахстанский рынок является значимым для японской марки.